хаишки ребятушки меня зовут сергей это канал хибара со смыслом мы продолжаем играть в игрушку под названием бейкере симулятор короче в прошлой серии произошел вообще жесткий конфуз потому что когда психанул меня свернулась игра свернулась игра и мышка перелезла случайно на второй экран и как раз попала по кнопке остановить запись я не знаю вероятность такого события просто крайне мала но это произошло в итоге я этого не заметил еще там играл короче пытался разобраться со всякими проблемами в итоге потом смотрю блин запись уже не идет поэтому там на самом деле минут десять я еще поиграл вот короче ладно там это не так страшно я в итоге завершил заказ этом на портачил просто потрачил кучу продуктов значит что мы делаем я в итоге поиграл сам еще потому что потому что что было одно и то же на самом деле я решил чуть прокачаться самим чтобы сейчас купить всякое оборудование специально ничего не покупал вот только покачивался но ничего не покупал и сейчас мы это купим чтобы разнообразить серию чтобы более интересно было все посмотрим короче новое оборудование новый хлеб попечем а то одно и то же реально я поиграл он часа два три что ли или четыре по делу кучу разных одних и тех же хлебов вот у меня появилась новые возможности я сейчас это куплю смотрите заработал кучу денег поэтому сейчас продолжим узнал что можно делать там мы как-то по несколько заказов потому что изначально это не делал ну в общем в общем присаживайся поудобнее заваривать чай кофе печенюшки все как мы любим и приятные эти просмотра не забывай ставить лайк на то видео потому что тебе это не сложно мне это очень приятно и мотивирует и помогает и развивает так эту поставим и че валяешься давайте так и сделаем да я сейчас покажу вот я короче тут есть оказывается прокачка и чем заказ когда выполняешь потихоньку развиваешься вот у меня уже shift есть тут новые стили стоимость покупки больше продажи кстати новая пекарня вот это я еще не видел мгновенная а мгновенная доставка муки в общем в общем понятно плюс у меня тут всякие новые эти можно кучу сейчас потратить давайте этим займемся кстати у меня есть уже новая чертеж для нового места но вы же в прошлой серии видели это место да я предлагаю переехать сразу на новое место нет не будем пока подождите сначала мы все купим появились до кучу новых продуктов там появилась давайте купим что это формовщик теста купить вытянутой и округлой формы вот эта штука для того чтобы не мять хлеб потому что я так заколебался у меня заказывали по 20 хлебов батонов и ты просто у меня нет машины вручную вот этой там вот это вот мини-игра которая нам уже так надоело то есть это иди вот мини-игра вот где надо скручивать самим самая самая нудная в этой игре остальное все нормально тесто делитель а деление тесто по вот это тоже будет круто не надо будет на столе резать самому а как количество менять ладно разберемся так круглая или вытянуты тут же еще прокачать можно все так отчетку это же печка нормальная печка наконец-то потому что сюда влезает только по 2 да закройся ты что-то не закрываешь ага блина вставлять вот неудобно так это тайминг понятно блин тут начинает сложненько становиться ладно сейчас все прокачаем чем можно так это пончики автоматический переворот отлично сразу так функция автоматического прекращения жарки за задней лопаткой предотвращает горение пончиков а это уровень 20 нужен ну а ничего купим тоже потом противень для выпечки маффина увеличенный противень для маффина смотри нормально так 4 2 у меня еще денег вообще полно так так удерживайте кнопку нажать для более быстрого смешивания вон армаз это тоже иногда надо чего так разблокирует настройку таймера на основе активность страницы списка а так она автоматически будет выключаться это вообще круто это вообще не надо следить за этим больше автоматическое возобновление заканчивающихся продуктов тоже надо потому что здесь же они тратятся я же постепенно трачу разблокирует используем вай-фай для автоматического дозирования продуктов соответствии с рецептом вообще прекрасно просто прекрасно промышленный стеллаж увеличит объем контейнер все замечательно потому что у меня частенько мука кончалась так уровень нет так понятно автоматическое возобновление хорошо вот все вот меня вот это вижу видите уже 222 отлично автоматическое дозирование все прекрасно все отлично теперь пойдемте все мы купили как это все работает мы будем уже проверять следующей серии возьму ой следующей серии на следующем своей этой они хренаси это еще и стоимость оказывается 5000 ты чё блин я думаю это бесплатно я думал это все бесплатно ладно давайте заказы брать так ладно давайте это вытащим потому что все равно надо сюда будет ставить так бабушкин хлеб это я делал чашка какао это кстати маффин и пончики мне делали дедушкин маффин 78 охренеть давайте я пока что возьму чашка какао и дедушкин маффин не маффины давайте вот пончики сделаем так ладно подтвердить у нас 20 минут всего а чё так мало то так это что у нас сколько тут 5 и 7 килограмм по идее влезет все так пшеничная мука почти 2 килограмма так еще нужно 50 сахар 390 так молоко 780 780 же блин а я почему вы ай блин лан перелил но показано зеленым значит можно в принципе лана похер будет не супер качественно немного молочком разбавлено блин тупанул жестко так дрожжи дрожжи 156 до 156 156 кстати у меня вот если кто заметил увлажнитель короче поставил осел так не давайте яйца 100 миллилитров почему так ну ладно 100 ёлки-палки в смысле это долго будет но все профессиональные повара могут очень быстро и хлоп-хлоп-хлоп одной рукой это все делать так еще одно да да все дрожжи 156 купил не купил давно он был просто поставил сейчас потому что началась зима вот из воздух стал суше намного и короче у меня прям нос вообще невозможно сохнет так какао 390 вот короче невозможно сохнет нос и поэтому ну да чуть-чуть испортил ну ладно в итоге блин сухари появляется сушит дышать карта но очень противно очень и поэтому поставил я включу так не сильно чтобы он не задымил мне тут все на экране а то я буду сидеть как ежик в тумане так а сколько мне надо я забыл ой блин выключи они нормально я же спугался дом перемешиваю чё ты делаешь чё ты делаешь чё ты делаешь что он сейчас сделал я не понял так короче 78 надо да а тут у нас так 3 на 4 до 12 12 24 36 блин много надо чё ты не хочешь чашка для какао чё мне надо делать то Так, давайте почитаем. Запечь жидкую начинку в шоколадном маффине. Я не понимаю. Но это же маффин, нет? А, ёо, в смысле? Мне чё ещё? О, это долго ведь? Это вот так надо? Охренеть, блин. Так, я сразу... Вот, всё, вот так будем делать. Всё, я понял. Да, блин, почему ты не ставишься? Да, всё, я понял. По одному это просто очень долго. Так, сколько у нас? 12, 24, 36, 48. Так, ладно, чё там у нас ещё? Давайте. Да блин, иди нахер, чё ты вот... Почему места нету? Так, 12, 36, 12, 36... Ой, 12, 24, 36, 48. 48, 60, 72, 78. А почему ты всё влезла-то сюда? По идее, не должно было всё влезть. Чё-то странно как-то. Ладно, давайте-ка. Ой, как-то это будем сейчас... А как это делается-то? Блин, это ещё и нельзя на поднос просто... Ну, автоматически подносом собирать? Да, отстой. Это всё очень долго, я не успею. Давай! Как-то здесь немножко не всегда срабатывает. Ну что, что? Да, вот тут что-то как-то это, пиксели неправильно срабатывают. И, короче, не получается всё собрать нормально и быстро. Так, всё. Так, сколько там ещё? Всё собрал? Так, пойдёмте ставить нашу новую печку. Давай, чуть закатывайся. Давай! Да поставь ты обратно! Ну что это такое? Так. Вот так вот. Так, значит, чё там? Close, open. А сколько выпекать надо? Так, 30-50 секунд, 180 градусов. Блин. 180 градусов. Сколько там? 30 секунд. Ладно, пойдёмте. Давайте пока другой делать. Чашка као. Это не то. Это мне надо вот это вот. Пончики. Как делать пончики? Так, вот. Для пончиков. Что у нас тут надо вообще делать? Сначала, конечно, надо замесить всё. Ага. Ну, нормально, кстати. Ну, зачем ты взял один? Ну, ты дурачок, что ли? Опять он один взял. Возьми целый. А это чё, подгорели, что ли? Блин, ну что ты делаешь? Возьми ты просто под нос. А всё забаговалось. Или нет? Так, вот здесь вот осуждаю, короче. Сделано кривовато. Очень плохо срабатывают вот эти всякие моменты, когда надо взять, и у тебя чисто появляется возможность. Один пиксель. Вот, один пиксель нужен. Как вот мне теперь взять это? Прыгать я не могу. Блядь. Что ты делаешь? Ладно, будем так с... На верхнюю полку, короче, не кладём. Так, 78, всё. 63. Чё, 63-то? А, всё, 78. А, всё, это значит лишнее. Да и хер с ним, короче. Сложненько пошло как-то, короче. Так, пончики, значит. Так, тут уже какой-то объём побольше. Давайте сразу всё. Так, давайте проверим автоматическую нашу наливку. Да, смотри, 630 сразу показывает. Да, нормально. Так, вот здесь, по идее, тоже должно быть автоматически, да? Так. Так, нет. Спельтовая мука. У меня здесь нету такой. Это вот надо вот эту, наверное, да? Вот, спельтовая какая-то мука. 3... А, 3 килограмма. Ещё 150 грамм. Блядь, ну кончилось? Ну вы чё, издеваетесь? А как я должен готовить тогда? Просто тупо кончилась мука. Всё. Ну ладно, там вроде зелёное показано. Чуть-чуть не досыпал. 150 грамм, хер с ним. Ну нету просто. Здесь у меня её не существует. В этих бочках огромных. А здесь просто тупо не хватило. Ну и чё за бред? Масло, 315 грамм. Так, масло. Так, 63 сахара. Да вот опять я нажал 3 раза. Почему ты пересыпал? Я нажал 3 раза. Вот раз, два, три. Он засчитал как 4, блядь. Ну что это такое? Блядь, ещё яйца эти бить. А мне не хватит. Ну что это за бред опять? Ну у меня всего... Ну-ой, ну короче, понятно. Мне тупо яиц сейчас не хватит, скорее всего. А может и хватит. Помногу заказов сейчас нет смысла брать. У меня тупо... Блин, я не знаю, чё теперь делать. 300, а там 315. Крупные яйца. 60 миллилитров. Не, нахер не буду я добивать. Короче, дрожжи 189. Всё, вот так вот. Всё, пошли месить. Она автоматически должна всё закрывать. Автоматически вон 30 секунд. А, если ты ускоряешь, короче, то время не меняется уже. Ладно, сейчас пойдём спробовать, как нам делать эту. Ну, испортил опять немножко пончики. Так, как нам это делать? Давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Мы посчитаем. Время более-менее есть. Есть машин. Так. Формовщик теста, тестодавитель. Вот. Так, поместите тесто в бак машины. Переключаем установить температуру с помощью ручки 5-панели. Дождитесь включения с того индикатора температуры масла. Когда загорится зелёным, поверните ручку. Ну, вообще-то сложненько немного. Так, куда помещать-то? Так, ладно. Температура. Какая температура? Это 200. Подожди, как? Установить температуру? А, 180. Вот, 200. Да? Да, так. Так, готово. А как мне переворачивать? А, автоматически, я понял. Они автоматически переворачиваются. А, это ещё и надо самим вытаскивать. Ни хрена себе. Не, ну выглядит прикольно, конечно. Скорее всего, там следующая прокачка автоматически будет их ещё отсюда скидывать. Там чё один? Вроде прожарились. Или нет? Не, ну это прикольно. Вот это мне нравится. Прикольные пончики такие. Блин, аж самому. Аж слюнки потекли немножко. Аж самому так захотелось. А, я их ещё и вытащить не могу раньше времени. Чувствок так много там. Так, ну-ка сюда, быстро. Сразу, чтобы это... Побыстрее всё складывать. Время-то осталось-то минута. Долго вы ещё там ехать-то будете? Я не успею, но, скорее всего... Они ещё берутся криво, короче. О, закончилось. О, закончилось. Ну, я не успею, скорее всего. Давай, 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 быстрее. Очумелые ручки. Так. Почему он не собирается нормально? Не собирается нормально. Я просто мышкой спамлю, просто как пулемёт. Ну, он не берётся. Рукой вот берётся. Кстати, обгорелые какие-то. Фу, они такие кровавые какие-то были. Как-то неприятно смотрятся. Давай, у меня ещё есть, кстати, время. Я ещё могу успеть. Отлично. Всё. 63-63. Всё. Фу, блин, вот это жесть, короче. Так, вызвать курьера. Доставлен, доставлен на счёт. Так, 93-91 в целом это неплохо. Да, чуть-чуть подгорели. Чуть-чуть состав не тот, но в целом нормально. Так, 19 уровень. А почему? А, я не эту кофейню брал. Так, на 20 больше очков. Устранять задержку при покупке жидких ингредиентов. Новые стили. А что там, кстати? Так, назад в пекарню. Короче, жесть. На самом деле, много нового оборудования. И всё разом навалилось. Продуктов не хватает. Просто тупо муки не хватило. Как так вообще? 1878. А чё так много-то? А-а-а, я понял. Это, скорее всего, ещё за всякую муку вот эту вот. Нет? А чё так много? 1800, в смысле? Я не понял. Чё так дорого-то, блин? Я столько не потратил, чтобы... Я столько не заработал, чтобы столько потратить. Чё за жесть какая-то? Ой, ладно. Так, чё это у нас тут? Сбросить вложения, продукты, персонализация. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь можно со стенами сделать. Ну, давайте купим, посмотрим, что это такое. Давайте хотя бы вот так, а то как в больнице, короче. В какой-то процедурной. Так, а чё ещё можно? По идее, только стены и пол, наверное, да? А, нет, столы, кстати, тоже можно. Блин, у меня столько денег нет, вы чё? Так, ладно, чё попалу тут? Фу, плитка. Не, плитка вообще отстой смотрится. Вот реально как в больнице. Всё, короче, выйти из режима. Вот так нормально, вот так красиво. Короче, ребятки, я не знаю, ну будем мы продолжать, не будем. Во-первых, надо будет копить. Копить на вот это. Солнечная буханка. Пончики. Квадратная будет. Ну, мы это всё делали, маффины поделали. Ладно, давайте мы сделаем... Сколько времени? 32 минуты? Блин, долго, наверное. Давайте в следующей серии мы ещё поиграем одну. Одну серию поиграем. Я ещё покажу оборудование какие-нибудь. И в целом, ну, наверное, я не буду уже. Либо... Либо давайте, знаете что? Я, наверное, потом сам опять поиграю, ребятки. Прокачаюсь. Докоплю до вот этого. До нового себе места. Вот, возможно, оборудование какое-то ещё прокачаю. Прокачаю. Вот, прокачаю какое-нибудь оборудование. Что-то здесь поставлю. Куплено. Всё куплено. А здесь 24. Представляете, всё увеличивает объём контейнеров. Вот это, кстати, очень нужно. Вот. Ну, потому что... Ну, это жесть будет. Просто если мы будем всё это записывать и играть, мы не прокачаемся так нормально. Вот тем более мы... Сейчас вот нам что нужно? Нам, по сути, нужно... Деньги на новые. Это 5 тысяч. Смотрите, сколько я сейчас потратил. Это играть и играть. Плюс какие-то новые... Новые... Ну, смотрите, мы с вами маффины сделали. Квадратные булочки мы давно делали. Пончики мы сделали. Солнечная буханка. Буханки мы тоже выпекали. Просто сейчас новые кофейни появились. И можно теперь попробовать вот с этим оборудованием. Получается, он тесто разрезает и лепит нужную форму. Или нет? Подожди, это не то. Что-то я... А-а-а-а, нет. Квадратный хлеб это вообще вот просто замесить вот в эти... Повыставлять да испечь. Всё, тогда точно нет смысла играть. Сначала нужно следующий день прожить. Я его проживу уже сам. Вот. Потом мы следующий... Когда я подкоплю, я сам поиграю просто. Потом подкоплю и запишу серию. Может быть, уже как раз финальную с новым местом. И что-то мы новое поделим. Может, там кренделя, багеты, может, какие-нибудь. Что-то такое. Вот. Поэтому всё, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Я обязательно всем отвечу. Ссылка на Boosty есть в описании. Там можешь поддержать канал. Жмакай колокольчик. Не пропускай следующие видосы. Это чтобы не пропускать следующий видос. Вот. Ну и сам просто следи. Там не пропускай. Всё такое. Вот. Всем новым зрителям добро пожаловать. Кто не подписался. Кто не собирается подписывать. Всем огромное спасибо за вашу активность. Очень приятно, на самом деле, видеть, когда кто-то пишет комментарий какой-то. Неважно какой. Просто видишь оповещение, что кто-то написал. Доходишь. Просто приятно, что какой-то неравнодушный написал. Даже если это хейт. Это всё равно... Я не скажу, что хейт очень приятен. Я скажу, что мне, в принципе, на хейт всё равно. Но когда пишет человек, всё равно он проявляет какую-то свою позицию или мнение. И всё равно приятно, что человек не прошёл мимо. Что бы он ни написал. Конечно, чтобы без оскорблений. Потому что оскорбление – это сразу бан. Ты просто берёшь вот так лопату и просто в бан вот так кидаешь. Даже не смотришь, кто там, что. Ну всё, ребятки, всем огромное спасибо. Кстати, я могу... Я не рассказал несколько историй. Про свои походы, так сказать, когда я работал в пекарне. Потому что в прошлой серии я рассказывал. Кто столкнулся в этой серии первый раз со мной и не знает. Работал я в пекарне. Вот. И там, конечно, короче, моменты были такие, как сказать... Короче, мы когда замешивали, то... Вот как я здесь, да, замешивал. Я чуть пересыпал, чуть не досыпал. Вот. И когда я только учился, там надо было там морковку начистить. Семена отсыпать, изюм помыть. Там чеснок начинуть. Чеснок почистить. Это вообще жесть была. Чеснок. Просто. Просто килограмм чеснока. Килограмм чеснока. Ты можешь себе представить? Вот такая работа была, да. Работали, делали. Трудились. Вот. И, короче, перепутали рецепты. И для... А хлеб-то на продажу идет. И при том во всякие магазины. Маленькие такие. И в итоге мы засыпали что-то не туда. Перепутали рецепты. И, короче, вышло просто жесть. Просто же. Просто весь хлеб. Я... Там еще не сразу вроде поняли. Потом, когда поняли, просто уже поругали или сняли с продажи. Короче, жести не было в плане штрафов или каких-то там разбирателей. Просто сказали, типа, вы что вообще? Ну, вы что делаете-то? Ну, и все. Ну, это было страшно, на самом деле. Представляешь? Вот ты приходишь в магазин, покупаешь батон белого. Ну, блин, как сказать? Покупаешь, короче, зерновой хлеб там с семечками. А внутри вместо семечек чеснок. Ты представляешь? Это же вообще жесть. Вот. Ну, ладно. Там была небольшая партия. Там, на самом деле, очень быстро разобрались. И в магазины не поступило. На продажу тоже. Просто вовремя кто-то проверил и все. Вот. Так что такие дела были. Вот. Все. Ладненько, ребятки. Всем спасибо. Всем пока.